Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на Властелин колец модом Эннарад. Сегодня у нас еще одна дуэлька. Я забайтился на реплей, который называется очень... Погоди. Очень-очень неплохой реплей. Не пожалеешь, если откомментишь. Надеюсь, не обманули. Играли... Ё... Окей. Нет, уже не нравится. В прошлом реплее такая же была хрень. Играли Мадик и Дад. Смотреть. Го, смотрите. Значит, Мадик играет за Гондурас. Стартует в барак с трех ферм. Его противник Дадик. Ну, как бы, Рохан тут в принципе только две такие метовые стратки. Вначале это четыре фермы и крестьяне, либо две фермы и Теоден. Точнее, как там одна ферма, Теоден, потом ждешь четка и вторую строишь. Вот как-то так. То есть, Дад играет через крестьян. Кстати, сейчас более популярна тема с отступниками. То есть, Теоден две фермы. Но на самом деле, я считаю, что вот эта вот штука, она более эффективная. Потому что, если твой раш проконтрят, ты все равно будешь продолжать нормально себя чувствовать. В этом случае, если же проконтрят отступников, и как бы ты их не окопишь, ты оказываешься в большой-большой такой глубокой жопе. И хз как-то из нее вылезать. То есть, риск, короче. Итак, Мадик играет в один Барак. Кстати, мне не нравится то, что он играет в один Барак, но при этом достраивает Эку. Ну, в смысле... Пардон, я неправильно выразился. Сейчас фигню сморозил. Барак очень ранний. Очень-очень ранний. А потом он как бы замедляется и просто достраивает Эку. То есть, лучше бы второй строил. Либо, если он хочет развиваться и играть более так... Более пассивно, скажем, то тогда бы он ставил один Барак после четырех ферм. Тогда у него было бы больше денег. И потом можно было бы играть через конюшню с одного Барака. Так немного странно. То есть, он как бы потратился. А дефаться ему... Ну, давайте посмотрим. Может, он реально на конюшню? Да, копил на конюшню, кстати. Ну, посмотрим, посмотрим. Два отряда крестьян стопудово снесут ферму. Ну, кстати, ему повезло, что... Ух, нифига, минус рабочий. Шикарный старт для Гондора. Да, ему повезло, что... Эдад решил дефаться и оставил два отряда крестьян. Это уже новые у него построились. Но суть в том, что он всего лишь двумя отрядами пошел в атаку. И неужели... Охренеть. Он задефался. Я не понимаю. Крестьяне же были с оружием. Два отряда крестьян изи снесут эту ферму. Любопытно. Не понимаю, что произошло. Почему не добил? Может, как-то невыгодно они встали. Может быть, то, что... Помните, отряд мечников очень хорошо настачился. То есть, он прям внутри отряда крестьян был. Что позволяет намного быстрее их убивать. Может быть, это зарешало. Но обычно двух отрядов крестьян достаточно, чтобы очень быстро задефаться. Чтобы снести быстро. Окей. Выход копейщиков. Ну, как бы, Мадик, видимо, распознал, что это стандартная тема Рохана. И он будет в конюшню выходить. А возможно, он даже эту конюшню увидел. Правда, немного странный выбор. Играет даду топорщиков вторым отрядом. То есть, как бы, арахирем будут для давки. Возможно, он топорщиками решает поосносить аку. Возможно, он чувствует, что сейчас будет конница в ответ. И крестьянами уже ничего не поделаешь. Никогда не заезжайте под крепу конницы. Хорош Мадик. Сразу же зафокусил. Ой, дад еще и переключил на линию. Жопа. Тупо слил отряд конницы. Ну, если спасет хотя бы одного, надо ставить фонтан обязательно. Потому что это был просер очень-очень жесткий. Есть топорщики. Еще один отряд топорщиков нужен. Тогда можно будет нормально сражаться с конницей. Кстати, забавная штука. Матчап Гондора и Арнора против Рохана. Не позволяет Рохану играть в Москву в начале. Потому что Маз-Рыцари контрят легкую конницу Рохана. И Рохану нужно... Ой, очень плохо. Рохану нужно дополнительный саппорт делать против конницы. Которого, кстати, в начале у Гондора нет. Но все же это дополнительные траты. Вот. То есть, можно даже так сыграть, если Рохан решит упороться в конницу. И действительно, хотел топорщиками фармить Эку. Но их всего два отряда. Надо ставить фонтан обязательно. Выход в Теод рядом. И к... Почему-то хотел сказать конюшню. И копейщиков. Не доконтроливает. Да, но один отряд... В смысле, один всадник все-таки спасся у него. Очень много времени было потрачено. Это рискованная тема. Но, может быть, он сейчас затащит. Опять-таки, фонтан. Обязательно фонтан. Что-то очень сильно сдулся. Начало хорошее было у него. Ну, если не считать того, что потерял Роба. А дальше как-то слабо. Отдал здесь, по ходу, топорщиков. Рахирьем и Теодрят бегают. Ну, разумеется, рыцари не смогут в этой ситуации выгодно разменяться. Единственное, что может себе позволить сейчас Мадик, это просто разменяться с этим отрядом. То есть, оставить там пару всадников и уехать. Чтобы то же самое случилось с Роханцами. Недоконтроль теряет целый отряд. Мечей. Но это не проблема, потому что, да, потерял намного больше. Так, два отряда крестьян у него есть. Копья. Почему он не ставит фонтан, я не понимаю. Второй рабочий у него построился. Продолжает строить крестьян. Кстати, вот эта тема из фермы Теодрятская. Ну, как бы, скорость постройки довольно-таки большая. Мне кажется, что не стоит строить больше крестьян. Потому что, ну, как бы, топорщики, копейщики, они во всем лучше крестьян. Да, это будет не так быстро, как спамить крестьян. Но зато это будет более эффективно. И к тому же предел населения сейчас на вес золота. Теодрят пошел качаться. Возможно, Дат пытается окупить сейчас отставание свое за счет вышки. В принципе, в какой-то момент она может неплохое преимущество дать. Войска его стоят на базе. А Мадик тоже сдулся, кстати. Надо крепить тролля. Надо добивать крип здесь. Он крепит еще варгов. И рыцарь... А, он... А, вот почему у него все стоят. Он хочет закрепить тролля всадниками. Это немножечко неудобно. Надо вывести его на границу агро. Но так как конница движется быстрее, чем тролль, то не всегда получается тебе запомнить, сколько нужно отъезжать, чтобы он отагрился. И вот в итоге получается такая вот фигня. Ну, спаси, спаси. Ах, 600 монет просрал. И теперь Рохан с легкостью его заберет. Получит доступ к лучникам Друадан. Кстати, они играют с кольцом. Я надеюсь, не будут его юзать. Минус тролль. Я не понял, кстати, заметил ли Дад кольцо или нет. Но будет не спортивно, конечно, если не будут его юзать. Так вот, на стриме мне подсказали новую страдку. Оказывается, лучники Друадан второго уровня имеют ауру исцеления. Исцеляют ваши войска. То есть, знаменосец, который у них есть. Типа там, знахарь. Забыл деньги. И это пипец, как выгодно. И это можно стачить с хамой, у которого есть похожая аура. Что, реально забыл? Там 200 рублей. Кажись. Или... Ну, ладно, может, сотка. Ну, как минимум, дошек. Крестьяне всю жизнь навозом там питаются с фермы. Так хотя бы дошек бы похавали. Ну что ж, посмотрим. Одного тролля забирает Мадик. Дэд снова забыл 300 рублей уже. Весь, вообще, золотой запас империи варгов. Будет прикольно, если Мадик сворует. Ну-ка, давайте промотаем. Ну. Не заметил. Не заметил шекеля. Эти копейщики могли бы стать золотыми. То есть, они уже 500 монет принесли. И, походу, 1 очко силы. И могли бы еще 300 принести. И при этом быть живыми. То есть, внутри этих пацанов еще 300 рублей заключено. Спасайся, кто может. Почему они деньги не подбирают? Окей, ладно. Нападает Мадик. Фармир. Он Гендальфа построил. Вот почему он перестал атаковать. И решил резко крипить. Все деньги вложил в Гену. Ну, Рохан Изи вообще может законтрить Гендальфа раннего. То есть, это херовая страдка. Типа, не делайте так. Но. Я подозреваю, что эти ребята не очень опытные. Возможно, Дад не знает, как это сделать. А что ему надо сделать? Это построить... А, у него есть уже Элвин. Окей, возможно, я был неправ. Нужна Элвин. Нужен Элмер. Сначала Гендальфа надо немножко подкайтить. Потому что он играл через Теудреда и Конницу. Обычно играет через Элмера. То есть, Элмера еще предстоит прокачать. Мадик делает что-то странное. Но Дад не контролит. Хотя, Дад, походу, байтил просто, чтобы убить Гендальфа. Да-да-да. Ахилка залетела. Не повезло ему. Не понимаю, почему Элвин так медленно юзала свое копье. Но, кажется, байт все-таки сработал. И Теудред должен добить Гендальфа. Заливается хилка, чтобы Теудред не погиб. И, да, даже не по той стратке, которую я советовал, Изи забирает Гендальфа. Красавчик, в принципе, никаких проблем. Вот почему не стоит выходить в таких дорогих героев так рано. Теудреда я бы советовал забрать. Здесь фармит Гамлинг. Очень даже неплохо. Гамлинг проконтрит рыцарей. Пардон, поправочка. Рыцарей, которые будут харасить экономику на флангах, Гамлинг может проконтрить со своими всадниками. В целом-то конницу он не проконтрит. То есть конница все равно может приехать и лучников задавить. Села на кобылу Элвин. Видимо, чтобы добить фармера. Но, увы, Даду не хватило микроконтроля, к сожалению. Опять-таки, фонтан надо построить. Но, в целом, он разбил практически полностью все, что есть у Мадика. Все, что было у Мадика, кроме фармера. Фармер с лидеркой. Это единственное, что заполучил Мадик из этой стычки. Спас несколько копейщиков. Эти лучники это уже подкреп, новые. Выход в баф на экономику. Правильное решение. Нужно за счет денег как-то окупать все потери. Второй тир у Дада. И просто респект за выход в Вестфольд. Офигенная стратка, в которую никто не играет абсолютно. Я пару раз видел в командных, чтобы ее юзали. Очень крутая тема. Если ему удастся несколько цитаделей накопить, куда он... А, он их поставил ближе к Броду. Это рискованно. Если он преимущество потеряет, ее пронесут. Я бы ставил ее здесь. Суть в том, что у цитаделей есть свойства лидерки, которые дают 25% урона и брони. И вроде еще что-то. Нет, всего лишь и то, и то. Это стачится с Теоденом. То есть, можно больного построить Теодена. И у вас, по сути, топовая лидерка. Но! Намного выгоднее, если вы не выигрываете прямо на голову, то намного выгоднее поставить ее в тылу, подождать КТ. Еще поставить. Если у вас будет несколько, хотя бы 30 цитаделей, вы сможете довольно-таки быстро сколотить армию из элитных гондорских солдат. Вот эти вот ребята, они очень толстые. У них крутая обилка. Это, по сути, самая сильная пехота Рохана. То есть, можно тогда играть через всадников лучников. Ну, конных лучников, то есть, пардон, метателей и вот этих вот ребят. Ну, возможно, немного копейщиков. Копейщики здесь тоже очень хорошие. И все. Будет элитная тема, и гондор офигеет от этого. То есть, ему надо будет тоже подстраиваться. Стандартная страдка, в которой сейчас играет Мадик, не будет работать. Например, Дат будет просто сдавать обилкой стражи Вестфольда в лучников, которые стоподово будут настачены. И часть убивать прямо в начале сражения. Но Дат, к сожалению, очень плохо сейчас играет. Он полностью разбил противника, но вместо того, чтобы пойти ему пронести экономику, которой очень-очень много, забавно, что его здание уже тоже на территории гондора. Он просто сидит и еще и отдает страдель Вестфольда на снос. Не делайте так. Это, конечно же, глупо очень. Нужно смотреть за Бормером. Правда, его плохо видно сейчас в сражении. Ну, мне это видно, потому что я не играю, а вот Даду, возможно, видно плохо. И если он сейчас второй уровень подкачает, то антистраха не будет, и будет грустно. Приехал Эомер. Также есть Эовин. Они спешиваются. Правильное решение. Теодрит с шестого уровня. Сейчас от него никакого толку. Он просто болванка со статами, которая коцает героя. И Дад снова зафокусил Бормера. Окей, у Дада хороший микроконтроль. В сравнении с Мадиком. Ну, по крайней мере, Мадик сейчас показал себя хуже. Но зато Мадик грызет, точнее, грыз ребят своим... Блин, я забыл, как зовут Берегонда. Своим Берегондом. И ему удалось снести цитадель. Значит, он отрезал Рохан от второго тира и от элитных челиков. Кроме того, Дад не использовал обилку мощный бросок. Очень зря. Но в любом случае, он выиграл снова стычку. Эомир сейчас погибнет. А Эовин пыталась добить фармера. Кстати, можно закинуть штурмовую башню перед ним и попытаться стрелами его добить. Все-таки здоровья у него очень и очень мало осталось. Отступает Берегонд. И, кажется, Дад его не заметил. А, жаль, жаль. У него очень мало брони. Его легко можно убить. Возможно, сейчас с помощью броска копья он его убьет. Но сдавать бросок нужно в фармера. Это намного выгоднее. И в этот раз уже, да, все-таки решил пушить. Полетела стрела от Берегонда, насколько я понимаю. Да, фармер свою не сдавал. Это был дебаф на Эовин сейчас. Нужно сносить экономику. Значит, едут Рахирим тоже на фарм. Правильно. Застроечка была зачищена. Седьмой уровень есть. Призыв вышки. Тоже призыв вышки не стоит держать. Как бы это же не временная обилка. Можно закинуть, например, сюда. Чтобы Гондору сложно было кайтить. У Гондора сейчас несколько отрядов. Кажись, два отряда копейщиков. Чтобы сносить здание. И все. Лучники как бы здание не коцуют. То есть, эта вышка была бы таким жестким геморроем для него. Снова построил Гендальфа. Гендальф теперь, кстати, в третьем уровне. То есть, гламдринг. Уже посерьезнее будет угроза. Для Дада. Но опять-таки, я вин 6 уровня. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Там, кстати, третий тир. Можно тоже разменять на Гендальфа. В это время можно выйти Мадику в разрыв в облаках. Я бы советовал. Потому что он играет со стороны, как бы, проигрывающего. Пардон, а он жив? Да, он жив. Копье только сдали. И, соответственно, ему надо побыстрее в подкреплении из Рохана выйти. Это его единственный шанс на победу. Возможно, он думает, что ему серая кампания поможет. И, наверное, это так. Но он две стычки уже проиграл. И армия у него не такая уж и большая. Поэтому я бы не надеялся на такое кратковременное преимущество. А надеялся бы на будущее. Ну, посмотрим. Пошел гламдринг. Конечно же, Роханцы настачены. И он приносит Гендальфу 4 уровень. Очень даже неплохо. Даду следует отступить. У него армия внезапно стала слабее, чем у Мадика. И он просто фидит сейчас. Причем... Хотя... Ну, может... Может, он Мадик вышку испугался, наверное. Полетело копье в Бормера. Ну, не знаю. Может, за счет вышки, действительно. Сейчас Теодред сдохнет. Пошел размен на третий тир. Тут надо контролить. Надо хорошо контролить. Не хватает. Нет. Окей, сдал. Сдал. Выстрел. Не сдал. Бросок топора. Произал мастер меча. Сдал бросок топора. Окей, Дад. Хорош. Минус Арагорн. С помощью Бормера Мадик забирает. Надо переключить на клинки его. Но он не заказывал их, кстати. Эту обилку надо апать. Эх. Нет, нет, нет. Просрал. Просрал обилку свою, Дад. Ну, в принципе, он сделал практически все правильно. Единственное, что ему надо было еще сюда добавить, это свою армию. Чтобы Мадик не мог просто схалявить. Он же просто зафокусил всем Арагорна. Он сразу же сплющился. А затем зафокусил, как бы, Леголаса и Гимли. Если бы были войска, он бы не смог себе этого позволить. И, возможно, кого-то бы потерял. Ну, бывает. Короче, поспешил немного. Кстати, Агроном построился. Поспешил немного, да. Видимо, он почувствовал, что теряет преимущество. Это всегда обидно. Поэтому так произошло. Три отряда. Даже четыре, походу. Мне кажется, там лишний. Нет, три отряда все-таки конных лучников. Если они сделают... Получат, точнее, апгрейд огненных стрел, то это даже неплохо. Можно кайтить. И можно на флангах сносить экономику противнику. Четвертый отряд сейчас будет. А сейчас уже очень много третьих уровней у Мадика. И у него слабая экономика. Стой, пардон. Нет у него... А почему? Потому что у него таверна. Я понял. Вот почему у него столько очков командования. Ну, окей. Теоретически можно сказать, что у него неплохая экономика. Потому что у него есть баф. И у него есть очки командования. То есть он себя нормально чувствует. К тому же он построил всех героев. В перспективе, конечно же, герои Гондора лучше, чем герои Рохана. Поэтому ему выгодно их качать. И не терять. Рохану выгодно давить дальше. О, кстати, появился у него Радагаст. Но тут есть броня у Бормера. Да, 50% брони. Так что Радагаст не очень-то эффективен будет. Но это тоже вклад в будущее. В принципе, сейчас преимущество у Мадика. Он может закинуть. То есть даже если бы здесь был антистрах, а его нет. Он может закинуть Итиленский лес, Станилку. Плюс Гендальф. Да, сейчас будет минус вся эта армия. Дат не распознал западло и настачил все войска. Нужно подводить конных... Я думал, что Дат отводит конных лучников, чтобы они не попали под стан. Но он просто ими поехал харасить. Он может сейчас слить всю катку. Произвал лозу. Но опять-таки Итиленский лес и броня Бормера это неэффективно. Эомер, к сожалению, до сих пор не прокачал третий хир. Это очень грустно. Он мог бы копье закинуть в толпу настаченную. Сказывается то, что нет пехоты сильной, которая могла бы пережить Визард Бласт. Потому что Дат отдал крепость Вестфольда. Грустненько. Он, кстати, ее где-то... А у него есть вторая. Но опять-таки, одной недостаточно, а немедленно строится. Так можно было бы уже намного больше построить. Так, есть конные лучники. Нужна конница еще. Подводите этих ребят. Это у нас тоже конные лучники. Что-то недоконтраливает резко. Сейчас лоза полетит. Полетело копье. Я не увидел, в кого оно полетело. Кажись в Арагорна. Это правильно? Нельзя убивать Бормера. Покажи в Арагорн. Надо байтить его на хилку. Что и сделал Дад. Теодрад слишком близко забежал. Но лоза в этот момент сработала. И Мадик потерял кучу лучников. И таким образом Дад частично окупает свои огромнейшие потери. Вышка, кстати, тоже немного помогает. Ему нужно срочно харасить экономику. Иначе он проиграет. Мадик закомбечил. Да, у Мадика сейчас еще 25-ка будет. Чего не будет у Дада. Он хуже разменивался. Очень много урона влетает в Арагорна. Серая компания почему-то призывается. Возможно, испугался Мадик, что он сейчас все потеряет. Но, блин, Мадик, конечно, очень плохо контролит. Он убрал призывных героев. Хотя их как раз таки надо было на конных лучников направлять. Элладана и Элрахира конные лучники не заборят. Потому что там бафчик есть, который дает им броню. И они бьют сплэшом. То есть они бы перебили бы их. Если бы Дад не заметил западло, он бы потерял большую часть. Ну ладно. Даду, короче, повезло будем считать. Он забрал у противника третий тир просто так, на халяву. Плюс забрал застройку. Здесь армия посильнее была, чем вот эта. Если он, ну, наверное, не увидит сейчас. Так, он решил харасить правильно. Правильно. Гондору надо будет перестроиться. Потому что, ну, пехотой вот этого... От этого не отобьешься. Пардон. Меня начинает клинить. 20 очков практически заработал Дад. И есть 25 очка. У Мадика. На конницу, конечно же, ее невыгодно сливать. Иначе можно. Можно просто промахнуться. В это время Гендальф! Девятый уровень! Один уровень всего лишь. Конечно, самый сложный уровень. Самый медленный. Но всего лишь один осталось набрать. И Дад просто офигеет. У него нет апгрейда брони. У него нет Теудена, который будет давать ему лидерку. У него нет ничего, чтобы пережить магический урон. Абсолютно. Немножечко этих ребят, но этого недостаточно. И сами по себе они уже тоже не вытанчат. Кстати, восьмой. Вышку я бы советовал сразу же ставить. Не совсем понимаю, почему сидит. А может у него лучников нет? А, ну ладно, ладно. Да, он не знает, чем здание сносить. И у него нет лучников. Поэтому Мадик пока что сидит. А вот Дад, конечно, очень зря. Надо харасить Аку. Я уже это десятый раз говорю. Таким образом, Мадик будет вынужден выйти в рыцарей. Посадить Гендальфа на лошадь. Фармера на лошадь, наверное, тоже. Как-то отбиваться. Строить вышки. Можно было бы потянуть время. Попытаться развести на 25-ку. Ну, правда, будем иметь в виду, что Дад не знает по поводу 25-ки. Про ее существование. Возможно, он даже думает, что совсем недавно прокачал Мадик третий тир. Потому что он его только-только проюзал. Хотя он до... Ну, нет, я не думаю, что Дад настолько нубас. Он должен понимать, что он две стычки просрал. И поэтому противник нормально так подкачался. Комп снова умирает. Копия Вестфольда. Походу, Дад не знает. Копия Вестфольда не против одной цели, а против войск. Они бьют с плэшом. То есть в Вормера их сдавать невыгодно. И бить... Опять-таки, бить Вормера пока жив Арагорн тоже невыгодно. Арагорн похилит. Надо бить Арагорна. Ну, там, правда, такая ситуация была, что Арагорна не видно было. Но окей. Ардагаст не умер же, я надеюсь. Я признаюсь честно, я немного болею за Дада. Потому что мне нравится лейтовый Рохан больше, чем лейтовый Гондор. У Гондора не очень сильно тактика меняется в лейте. А вот у Рохана она кардинально меняется за счет конницы. Правда, Дад, походу, будет играть... Не походу, а будет играть в Энтов, а не в конницу. Ну да ладно. Третий уровень я бы советовал в лучников закидывать. Или просто спасти хотя бы этого героя. Он промазал. Не повезло. Сдал копье в лучников вместо Арагорна. Сюда надо было. Оно бьет с плашом, было бы офигенно. Гендальф стал белым. И Мадик выигрывает этот матч. Просто сейчас Трибушет подъедет под крепость. Станчик был проюзан над Визард Бласт, чтобы 10 уровень получить. И у Дада просто не хватит времени на то, чтобы отстроить какую-то армию. Полетел Гландринг. Спит ли он? Что мы видим? Призыв тройки героев. Ну да, этого недостаточно. И 10 уровень есть. Можно по приколу поржать ульт, потому что больше ничего Мадику в этом матче не грозит. Смотрим на Дада. Дад прокачался до энтов. Он может попытаться как-то разменяться на крепость. Хотя здесь есть огонь, но вышки всего 2. Вряд ли... Вряд ли Мадик задефается, хотя Мадик может сдать призрак. Но даже если... Дад... Да, он поехал сдавать 25-ку. Даже если Дад разменяет крепости, то Мадик все равно выиграет, потому что у него есть армия, у Дада нет. И у Дада все постройки здесь. Ну, посмотрим, может он что-то... А, да, он строит закладки, он надеется на победу. Он слишком... Он слишком близко призвал энтов. Плюс мертвец... О, нет, он не переключил их. Ой, капец. Забейте. Даже мертвецов не надо было закидывать. Не снесут. Все, древоборот поджегся. Ну, ладно. Просто немножко опыта не хватило. Наверняка еще и на нервах. Я понимаю, как обидно проигрывать, когда ты весь матч, по сути, выигрывал. Но несколько ошибок запороли тебе все. Ведь, по сути, Мадик не переиграл Дада. Дад переиграл Дада, когда разменялся невыгодно пару раз. Ну, такие дела. Действительно хороший реплей. Спасибо, что не обманули. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился ролик, то, ну, типа, там, лайк, подписка, колокольчик, все дела. В описании под роликом вы найдете ссылки на скачку этой игры. И узнаете, как играть по сети, если вас это интересует. А также огромное спасибо всем, кто стал спонсором моего канала. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok